Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Ну а прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Это история об одной семье, которая отдыхала в Египте на побережье Красного моря в Шарм-эль-Шейхе. Они обожали ходить на пляж, он был безумно живописным. Когда они прогуливались вдоль набережной по песку, то заметили маленького осьминога. Только вот находился он не в своей природной среде, а был выброшен на берег. Как известно, без посторонней помощи безобидным созданиям не выжить. Песок был безумно горяч, а жаркое солнце безжалостно светило. Солнечные лучи буквально обезваживали животное. У него почти не оставалось шансов выжить. К счастью, пара как раз проходила мимо и оказалась в нужное время и в нужном месте. Они очень осторожно подвинули осьминога к морю. Он тут же ожил и уплыл. Следующего дня супружеская пара снова решила прогуляться к пляжу. Они гуляли недалеко от того места, где встретились с осьминогом. И вот случайно в воде они заметили небольшую тень, напоминающую серое пятно, как от краски. Оно будто приближалось, когда увидела пару. Они подошли ближе и увидели, что это тот самый спасенный осьминог. Моллюск решил отблагодарить своих спасителей, и его совершенно не пугали последствия, которые могли снова с ним приключиться. Он подплывал все ближе к берегу, словно пытаясь найти прямой контакт со своими спасителями. Иногда даже показывал над водой щупальца. Множество людей думает при слове осьминог, как это о каком-нибудь экзотическом блюде. Но не стоит быть потребителями. Супружеская пара на своем примере показала, что взаимоотношения между животным, миром и людьми могут строиться на чувствах добра и сострадания. Этот случай показал, что хоть у нас иногда есть недопонимание, не нужно строить барьеры. И это далеко не первый и последний случай, доказывающий высокий интеллект осьминогов. Так, в одном из закоулков залива Джервис на западе Австралии ученые зафиксировали кое-что необычное. Как выяснилось, исследователи обнаружили пару моллюсков, которые строили что-то похожее на подводный город. И это все на глубине 12 метров. Как выяснилось, они строили сооружения из остатков еды – ракушек с корлупой. Они щупальцами складывали домики. Ученые выделяют один важный момент – такие животные имеют хорошие коммуникационные навыки и умеют работать в сообществе. Там, где проводились исследования, проживало около 10 осьминогов. Они все живут в разных домах. При этом, как и в людском сообществе, между животными могли возникать и конфликты, что, впрочем, не помешало им успешно обустроить место жительства. Это снова доказывает, что не нужно недооценивать даже маленьких осьминогов.